Доброе утро, уважаемые трейдеры! Первый январь. Действительно преподнесла очень много важных отчетов, протоколы, статистика по американскому рынку труда, еще несколько релизов, которые позволяют оценить состояние экономики США. Было много статистики по Англии, были данные по рынку труда о Канаде, и все эти отчеты стали причиной серьезной влатильности, которую мы наблюдаем. Может быть, скажем, статистику вы уже отследили, знаете, с каким новостным фоном мы работаем. Ну, все-таки, чтобы запомнить все пробелы, я предлагаю, друзья, еще раз вспомнить, как мы начали этот год, посмотреть, какие идеи у нас актуальны, как мы торгуем дальше по долгосрочным ориентирам, и что мы ожидаем от основных спекулятивных инструментов рынка Форекс, товарного сырья. И я думаю, что, как ни крути, но нам нужно уже говорить в не меньшем формате еще и про рынок криптоинструментов, который продолжает расти по капитализации. Я бы даже сказал, пухнуть, потому что сейчас в совокупности общая капитализация всего рынка криптоинструментов приближается к показателю, к баснословной цифре в 1 триллион долларов. Да, это еще не рынок деривативов, которые, как вы помните, по емкости гораздо круче, 630 триллионов, но те темпы, которыми растет эта криптосреда, эти темпы, в принципе, интерес к этим инструментам, он позволяет говорить о том, что мы имеем дело с самым динамично растущим из когда-либо существовавших сегментов финансовых. И что случится с криптоинструментом в 2018 году, никому неизвестно, друзья. Я думаю, что те из вас, кто уже работает с каким-то отдельным интересным для себя инструментом, кто-то с биткоином, кто-то с эфиром, кто-то может делать ставку на суперзащитные свойства Монера, кто-то работает с Риплом, который является преемником системы SWIFT, и здесь еще такой фактор надежности, потому что банки работают с этим инструментом. Конечно же, у каждого из этих активов своя история, свои источники роста, свой интерес со стороны крупных трейдеров, не только своя капитализация и свое будущее. Вот, чтобы далеко не отходить, я считаю, что в этом году мы с вами не раз будем говорить о Рипле, и, возможно, этот актив будет гораздо интереснее, чем тот же самый биткоин. Потому что, как показывает динамика последних торговых сессий, последних месячных периодов, Рипл показал один из самых выдающихся результатов. Если мы будем говорить вообще про процентный прирост, там в несколько сотен раз мы видели укрепление этого инструмента. Конечно же, это страшный показатель по процентному эквиваленту, и сейчас, ну, по меньшей мере, не интересоваться этим активом нельзя, потому что он буквально до текущей торговой сессии уже сел плотной на хвостах биткоина. По катализации был меньше, конечно же, чем у биткоина. В частности, я вот выписал себе цифры, 100 с небольшим миллиардом сейчас занимал он второе место, но эфир после того роста, который последовал за последние часы, сейчас, по данным MarketCoinCup, находится снова на втором месте и потеснил Рипл до третьей позиции. Ну, то ли еще будет, друзья. Рипл сейчас котел, я думаю, что если мы будем в ближайшее время наблюдать укрепление этого инструмента до 5 долларов, что более чем вероятно, и есть ориентиры гораздо выше, то, конечно же, он уже по праву закрепится, как минимум, на второй позиции, а то ли с еще, скажем, большим ростом, я видел даже цели в районе 50 долларов, будет претендовать уже, чтобы сбросить даже биткоин с первой позиции по капитализации. Все может случиться с криптоинструментами, друзья, я думаю, что мы, будучи фундаменталистами, конечно же, не будем упускать важные события, я обезусь держать вас в курсе, ну и также давайте не будем забывать, что у нас есть еще и традиционные активы, на которые мы обязаны обращать внимание, потому что рынок крипты – это один из сегментов финансовых инструментов, но есть все-таки более надежный, более общеопризный, более подверженный законам классическим спросам и предложениям, может быть, рынок с большим количеством фундаментальных событий, с регуляторами, которые отвечают за валюту, и, конечно же, рынок корр, с рынок валюты, о которой мы и говорим. Ну, думаю, хватит с лирическим выступлением, давайте непосредственно перейдем теперь к тому, что у нас сложилось на рынке нефти, как и всегда, каждый день мы будем анализировать данный сектор и смотреть за тем, что на нем происходит. 67.75 – это закрытие прошлой недели торговой сессии пятницы, а сейчас те же самые уровни, говоря про в целом эти пиковые значения, это апрельский максимум, аж с 2015 года, сейчас уже 2018 год, можно говорить уже о многолетних максимумах, и интерес к этому активу присутствует, и с каждым кнем мы видим то, что длинная позиция, совокупный лонг становится все больше и больше, потому что на рынке сложилось устойчивое мнение о том, что рынок нефти идет исключительно вверх, это полноценное развитие восходящего тренда, и пока что рано ему еще сворачивать, и, соответственно, рано на рынок возвращать медведей. Напомню, что долгое время, уже конца 2017 года, заключительная торговая сессия, мы с вами следили за тем, как развиваются события вокруг подрыва нефтепровода в Ливии, как развиваются события с фортом Симсис, это нефтепроводом в Северном море. В обоих случаях были проблемы, которые стали причиной остановки транзита, под общей угрозой нехватки предложения на глобальном рынке за счет того, что через эти нефтепроводы проходило в совокупности примерно 550 тысяч баррелей в сутки, конечно же, возникли риски того, что это может привести к определенному дефициту, это создало дисконт от того, как, собственно, работать с нефтепремией за иск, которая тут же была заложена цену. Тогда, когда котировки нефти росли, мы знали, что есть конкретные сроки, когда эти нефтепроводы будут восстановлены, это первые числа января, то есть такие официальные сроки, мы понимаем, что речь идет уже о статистических, страновых интересах, поэтому, скорее всего, эти сроки будут выдержаны. Поэтому я лично ждал очень с большим нетерпением уже прям первого числа января вслед за Новым годом, вслед за 31 декабря рассчитывать то, что как только на рынок придет новость о том, что нефть снова пущена как по Ливийскому нефтепроводу, так и по дну Северного моря, котировки нефти развернулся. Но, к сожалению, когда эти новости пришли, ситуация особо не изменилась, нефть практически никак не отреагировала. Я считаю, что ослабление в несколько, скажем, десятых процентов – это ерунда, учитывая тот рост, который мы видели. И на рынке по-прежнему доминировали покупатели. К сожалению, друзья, так получилось, что новостной фон, связанный с возобновлением работы инфраструктуры, совпал с этими политическими событиями в Иране. Вы знаете, что вследствие массовых протестов, забастовок, не обошлось, к сожалению, даже без человеческих жертв. Эта тема стала номер один, поскольку все-таки мы обсуждаем одно из ведущих ближневосточных государств, третьего по величине экспортера нефти. Конечно же, тут же появились новые иски, тут же появились новые, опять же, премии, которые закладывались в цену. Потому что любой конфликт такого формата, он расценивается с точки зрения, скажем, как раз через призму вопроса, как это повлияет на объемы добычи. Политическая напряженность, это протесты против действующего режима, против экономического застоя. Поначалу рынок никак не отреагировал, потому что эти протесты начались еще в конце декабря, под самое закрытие 2017 года. Почему? Потому что буквально в тот момент, когда на рынке появились эти сообщения, Иран отчитался по объему экспорта за декабрь, и они оказались на рекордных максимумах 3,54 миллиона баррелей в сут. И рынок подумал, что, ну, протесты протестами, ну, они никак не влияют ни на загрузку танкеров, ни на объемы добычи. Но ситуация затянулась. И не удалось, скажем, быстрой победой реализовать, достигнуть какого-то баланса интересов, погасить. Эта напряженность, она только, скажем, разрасталась. И в итоге, даже по текущий момент, мы говорим о том, что политическая напряженность характерна для этого региона. И сейчас уже участники рынка понимают, что, учитывая, что ситуация затянулась, это должно повлиять уже на объемы экспорта. Есть даже идея о том, что текущей ситуацией в Иране могут воспользоваться Соединенные Штаты Америки, которые давно уже выращивали идею возможного повторного введения санкций против этого государства. И сейчас они могут воспользоваться ситуацией, действительно, это сделать. Поэтому до тех пор, пока эти новости актуальны, этот регион будет оказывать разгоняющее воздействие на нефтянку, нам приходится быть заложником этого фундамента, этого новостного фона. И мы не сможем, собственно, сделать акцент на какую-то идею по продаже нефти, потому что такой новостной фон очень трудно побороть. Да и плюс по всему еще и статистика на арбуз сейчас покупателям, потому что те отчеты, которые мы видели по запасам нефти от Американского института, нефти от Министерства энергетики, они указали на очередное снижение запасов. Отчет Бекер-Хьюс вот про прошлые пятницы. Кстати, я бы удивлен видеть снижение числа терминалов на 5 единиц. Ладно, то, что, собственно, рождественские и новогодние праздники не способствовали развитию бизнеса, но то, что было закрыто 5 единиц, я думаю, что что-то не так с этой статистикой. В общем, давайте последим за отчетами, которые будут увлекованы дальше. В январе следующий уже состоится, будет увлекован в эту пятницу. Ну и вот, пожалуй, единственный сейчас момент, который медведи не должны выпускать всем из виду, так это объемы добычи в Штатах, которые продолжают расти, даже несмотря на сокращение количества нефтиных терминалов. Собственно, в совокупности со статистикой по запасам, вы знаете, что в среду в прошлую были опубликованы данные еще и по объему добычи, плюс 30 тысяч баррелей в сутки. Это, собственно, по производству и текущий показатель 9,8. Не забывать, друзья, то, что мы с вами ждем к концу февраля около 10 миллионов баррелей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Рубль 56,85 воспользовался всецело ростом нефтянки, и, конечно же, в процентах эквивалентах это привело к такому же укреплению курса национальной валюты. И, собственно, так же, как и прочих сырьевых инструментов рынка Форекс, канадец, который тоже зависит от стоимости на сырья, на фоне роста котировок нефти оказал существенное давление на доллар, даже несмотря на то, что доллар пытался восстановиться против всех прочих инструментов на рынке, ему это удалось сделать. Но против зависимых от сырья, активов, результаты и успех вы уже не таким очевидны. Я предлагаю плавно перейти к доллару и начать с того, что обозначить такой суперпозитивный фон, который сложился для американца. Мы видели, как даже с точки зрения техники доллар и иена отбилась от поддержки 112, и в игру вступила поддержка фундаментального характера. Мы растем уже четвертую торговую сессию подряд. Сейчас котировки по данной валютной паре 113,17, может быть, даже чуть повыше. Постепенно идем в район 114. Я считаю то, что импульс роста у доллара, он может быть сохранен и дальше, потому что вся статистика прошлой недели – это суперкрутые релизы. Вот, в частности, я выписался себе, чтобы не распыляться на какую-то второстепенную статистику. Но вот на что стоит обязательно обратить внимание? Так это на последний отчет по индексу разгона инфляции от АСМ. 69, ровно 65,5 значения. Думаю, то, что 69 – это показатели, которые позволяют говорить нам о многомесячных максимумах, чуть ли не о рекордных показателях. Я редко наблюдал по этому индикатору такой показатель. АСМ в производственном секторе 59,7 с 58,2 тоже. Даже просто то, что показатели держатся выше 50 – это позитивный момент. Но 59,7 – это явное доказательство того, что производственный сектор растет. Но Farm Parallels, которые у нас были опубликованы в пятницу, до этого их, скажем, статистику этого части предопределил еще отчет ATP. Частная оценка состояния рынка труда плюс 250 тысяч. Мы позитивно настраивались в отношении официальных данных, но они немножко расчаровали, потому что количество новых рабочих мест не додянуло даже до прогноза. Был прогноз на отметке 190 тысяч, а фактическая цифра – 148 тысяч. Ну, уровень безработицы, друзья, по-прежнему находится на максимальных, точнее, на минимальных значениях за последние 17-18 лет, 4,1%. Какой вывод мы делаем из того, что уровень безработицы держится на таком низком значении? То, что занятость, она фактически максимальная, практически максимальная в штатах. То, что работодателям становится все труднее и труднее находить новых рабочих, а, соответственно, как я уже неоднократно говорил, здесь вдруг вступают естественные механизмы конкуренции за хорошие квалифицированные кадры, и эти механизмы предполагают создание более лучших условий оплаты труда. То есть тот самый розаарпный плат, на который мы с вами очень долгое время рассчитывали, продолжаем надеяться даже сейчас, и то, что должно тащить локомотивом весь сектор американского рынка труда. Зарплаты 2,5%, я думаю, что в годовом выражении, да, это не максимум, который мы видели в середине прошлого года, там у нас были значения 2,8-2,9, но все равно неплохая цифра, медиана выдерживается растущая, в месячном прирост 0,1%, с 0,2% до 0,3%. То есть в целом статистика – это, пожалуй, первый момент, на который мы должны обратить внимание и принять то, что на таком фундаменте доллары есть хорошие. Шансы, чтобы вырасти. Протоколы последнего заседания американского регулятора, друзья, это важное событие для доллара, для перспективы американской монетарной политики, потому что протоколы уже с учетом принятой налоговой реформы позволяют нам понять, изменилось ли что-то в общей позиции Федеральной земной системы по поводу того, что будет со ставками. Чтобы особо не растекаться по древу, хочется отметить то, что снова лагерь ФРС разделился на, скажем, представители ФРС разделились на два лагеря. Это одни, кто считает, что инфляция растет не так быстро, как могла бы. Причин, к сожалению, очень мало. Да и вообще ФРС сам затрудняется ответить на вопрос, почему инфляция все-таки не растет при том фундаменте, который на рынке осложился. Но вот данный лагерь, представители ФРС считают то, что раз нет устойчивых ожиданий роста инфляции, значит и нет четкой убежденности в том, что темпы повышения процентной ставки должны быть высокими. И другой лагерь, к которому отношусь, скажем, и я, в данном случае, конечно же, заочно, что та налоговая реформа, которая была принята, будет оказывать исключительно оздоравливающее воздействие на экономику. Если мы говорим и рассчитываем на то, что прибыли корпораций могут быть на 10%, мы понимаем, что это не сможет не сказаться и на активности потребителей, потому что косвенным образом, через улучшение состояния компании, за счет того, что у них будет распорождаться большее количество ресурсов, они будут направлять часть средств и на фонды оплаты труда. То есть здесь причинно-сведственная и логическая связь, на мой взгляд, очень очевидна. И в надежде на это, в расчете на это, такие четкие экономические следствия, представители ФРС считают то, что налоговая реформа будет способствовать постепенному росту инфляции. Поэтому темпы повышения процентной ставки должны оставаться довольно высокими. И в целом, что стоит отметить, в чем сошлись представители ФРС, то, что ставки нужно повышать, конечно же. Только вопрос в том, сколько раз это повышение случится в этом году. Часть представителей ФРС считает, что 2-3 раза, кто-то считает, что есть даже возможности увидеть и четырехкратное повышение процентной ставки. Я думаю, что о количестве, опять же, этих действий мы сейчас с вами спорить и рассуждать не будем. В общем, самое главное то, что вектор политики остается в сторону повышения, в сторону ужесточения. И, соответственно, это позитивный фундамент для доллара. Вторая причина, почему американца стоит рассматривать с точки зрения покупок. Ну и в целом, опять же, налоговая реформа – это первая политическая инициатива, которая была реализована. Я думаю, что про нее мы будем говорить, друзья, очень много. Посмотрим, как все-таки действительно корпоративный сектор адаптируется к этому. Ну, судя по тому, как растет американский фондовый рынок, я думаю, что позитива нет конца. Потому что, посмотрите, последние 4-5 торговых сессий S&P – это сплошной рост, без каких-либо откатных движений. Действительно, может сложиться ощущение, что S&P, как основная бенчмарка фондового рынка, идет на 3000 пунктов. И я считаю, друзья, то, что торговать, конечно же, на фоне столь солидной перекупленности этой секции в длинной позиции крайне рискованно, но знаю то, что многие торгуют. И хочу вас поддержать, потому что фундаментально, ну, да, есть очень много оснований, чтобы еще попробовать, скажем, получить какой-то профит на вот этом развивающемся активном тренде. Но сам факт перекупленности мне, как фундаменталисту, то, что в американский фондовый рынок вкладывают даже домохозяйки, которые понятия не имеют, что это такое, понятия не имеют, что является костяком этого индекса, какие сектора, собственно, он характеризует, что в него входит и почему эти компании должны расти, собственно, так же, как и почему индекс должен расти. То есть решения принимаются на основании того, что, ну, раз он растет последние несколько лет, значит, будет расти и в этом году. Какая-то лойка в этом есть, друзья, я признаю. Ну, может быть, как раз и мой чрезмерный анализ того, что происходит и не позволяет мне сейчас получить легкие деньги, которые, может быть, кто-то из вас покупает в прошлом году и собирается получить в этом. Я, ну, никак не могу все-таки поставить на рост этой фондовой секции. Считаю то, что распродажи, они должны были произойти еще на планке в 2500 пунктов, но не произошло. И сейчас мы наблюдаем американский фондовый рынок уже на отметке в 2745 пунктов. Мне, собственно, человек, у которого уже большая короткая позиция, с солидным минусом, болезненно, конечно же, наблюдать на то, что происходит, но нужно отдать должное этому рынку. Вроде бы как на фоне того роста, который мы сейчас наблюдаем, не очень он и охотно торопится оснижаться. В целом, налоговая реформа и, скорее всего, дальнейшая реализация тех предвыборных обещаний, которые закладывались в основу предвыборной гонки Трампа, это еще и бюджетные расходы, это еще один фундамент, на который нужно сейчас опираться вместе с сильной статистикой и с планами ФРС повышать процентные ставки, опираться, чтобы покупать доллар. Решать вам, конечно же, друзья, есть ли на этом основания, чтобы действительно поставить на лонг доллар японской иены. Но я хочу отметить то, что в начале прошлого года, вы помните, после победы Трампа, все ставили на то, что доллар будет расти против иены. Все, без исключения. И, в частности, какое-то время действительно рос, а потом он валился на 10% в этом году. Если мы сейчас посмотрим на позиционирование, все считают то, что доллар будет падать. Я думаю, что это очередная рыночная ошибка, которую уже руководствовавшись прошлым опытом, может быть, и не стоит повторять. Поэтому здесь действует обратно. Вы считаете то, что у пары есть хорошие шансы на рост. Евро против американца. Полностью европейская валюта сейчас реагирует на то, что происходит с долларом. Слабость приводит к росту европейской валюты, соответственно, укрепление доллара к снижению. В частности, локальный максимум, который был достигнут, это практически сопротивление 1,21, 1,2088, если быть совсем точным. И вот в конце прошлой недели пошли распродажи на фоне роста доллара. Еще статистика по индусу потребительских цен немного зачаровала трейдеров, потому что репляция снизилась с 1,5% до 1,4%. А базовые значения по-прежнему находятся на крайне низком уровне 1,1. Евро сейчас будет копировать с реверсом поведение доллара и до тех пор это будет положаться, пока не состоится очередное засчитание Европейского центрального банка, где мы будем в очередной раз слушать драки и в целом Европейский центральный банк и матер-план по поводу политики и низких процентных ставок и программы количественного смягчения. Вот только после того, как этот новостной фонд будет проанализирован, у нас появятся дополнительные основания, чтобы торговать Евро. Пока что, друзья, я думаю, что многие из вас уже воспользовались перекупленностью этого актива и нашли хорошие точки на продажу. Я сохраняю коробки позиций. Фонд против доллара. Здесь динамика практически была полностью совпала с тем прогнозом, который мы обозначили. Я хотел увидеть еще до конца года и уровень 1.37, но, к сожалению, фонд не дотянул до этой планки немножко. 1.3612 локальный максимум, который был показан валютной парой. После этого пошел откат на фоне того, что вышли данные по активности в производственном секторе 56.3 с 58.2 строительстве, тоже спад 52.2 с 53.1. И эта статистика привела к распродажам фунта. И вот только картину выправил отчет по активности в сфере услуг, который оказался выше, чем в прошлом месяце. Сейчас мы наблюдаем уже этот сектор в показателе данного отчета на отметке 54.2. Сектор услуг, друзья, как вы помните, это сектор, на который приходится большая часть экономического роста, поэтому, конечно же, ему удалось, учитывая хорошие цифры, развернуть трейдеров и снова убедить их в том, что фунт интересен для покупок. Сейчас котировки у нас по британцу 1.3560. Я по-прежнему в длинной позиции, потому что даже несмотря на достигнутый хай, считаю, что у нас по-прежнему с вами хорошие условия, чтобы прокатиться до уровня 1.37, потому что даже если не статистика, которая в целом неплохая, уверен в том, что росту фунта будет способствовать еще и политические факторы, потому что буквально через полторы-две недели мы с вами снова вернемся к переговорам по брейзеру и будем искать позитив там. Уже неоднократно этот фунт оказывал поддержку британцу. Я еще раз делаю акцент на то, что уже пора бы договариваться. Затянулся процесс уже на год и в целом никаких серьезных прорывных моментов до сих пор нет. Надеюсь, что стороны переговорщики это прекрасно понимают и будут достигнуты какие-то компромиссные начала, золотые середины уже в первом квартале 2018 года. Поэтому по фунту сохраняю бычий настрой и жду отметку 1.37. Ну и друзья, еще пару слов про канадца. В целом мы про него говорили уже. Я отметил то, что основная причина роста канадца это восстановление цен на черный золот, но еще и статистика помогла канадскому доллару, потому что рынок труда показатель безработицы снизу с 5,9 до 5,7 процента. Измене числа занятых против прогноза роста занятых на одну тысячу мы увидели, точнее фактически в 80 тысяч. Конечно же, очень серьезное расхождение. Даже не понимаю на фоне такого контраста, как вообще строятся прогнозы, потому что настолько не попадает в цель. Это, конечно же, для статистов, которые анализируют рынок труда изнутри, то есть видя все эти показатели. Но это, конечно же, характеризует их не самые лучшие стороны. Но в итоге канадец, конечно же, приободрился. Сейчас пару юридикатов мы с вами наблюдаем на отметке 1,2398, то есть на уровне 1,24. Я думаю, что в ближайшие дни я дам вам новую торговую идею, но в целом эта торговая идея будет направлена на покупку пар. Правда, нужно найти подходящий уровень для этого. Пока что канадец не собирается, собственно, отдавать лидерство доллару, даже несмотря на то, что доллар растет. И из этой динамики мы делаем вывод о том, что он на канадца оказывает напрямую влияние то, что происходит на рынке нефти. И если, собственно, медведи начнут доминировать на нем в ближайшие торговые сессии, в ближайшие недели, то тогда мы получим разворот и по этому валюту валютных активов. Еще хотел, друзья, несколько слов про крипту. Но уже 27 минут мы с вами анализируем то, что происходит на рынке. Давайте начнем с криптоинструментов, завтрашний брифинг. То есть сначала про нефтянку, потом про крипту и еще про рынок Форекс, чтобы особо уже не затягивать. Друзья, как вы понимаете, я снова с вами. Мы следим за новостным фоном. Большое всем спасибо, кто, несмотря даже на прайч, сегодняшний день смог присоединиться к прямому эфиру, посмотреть за тем, чем мы работаем сейчас, освежить, опять же, отчеты прошлых недель, в целом фундамент, долгосрочные идеи. Будем следить с вами за всем тем, что происходит на рынке в режиме, скажем, на ежедневной основе, как мы это делаем. Всегда не забывайте, что прямые эфиры проходят в 9.30 по московскому времени. Всегда записи доступны на нашем канале на YouTube. Там есть специальная рубрика, брифинги. Если нет возможности присутствовать в прямом эфире, заходите, тогда, пожалуйста, смотрите там, знакомьтесь с информацией. Я стараюсь, чтобы она была максимально актуальна, чтобы помогала вам принимать торговые решения, не торговать точь-в-точь и, в принципе, делая то, что я говорю. Но все-таки это субъективная позиция. Вы понимаете то, что никто не знает, как поведут себя инструменты, но, имея свою голову на плечах и знакомясь с позиции других трейдеров. Я думаю, что конечное решение так будет более точное. Поэтому я хочу в новом году пожелать вам много прибыльных, перспективных торговых идей. Буду всячески делать все возможное с себя, чтобы прибыли на ваши счета, наверное, все больше и больше, чтобы вы имели более-менее четкое представление о том, куда могут пойти инструменты с точки зрения того, фундамента, который мы анализируем. На этом все, друзья. Еще раз большое всем спасибо за внимание, тем, кто присоединился. До завтра. Всего доброго. До свидания.